Лютые сорокоградусные морозы с пронизывающими северными ветрами хозяйничали над Алькватаамской тундрой вплоть до самого конца марта. От холода над поселком, расположенным в низине, висела седая пелена, сквозь которую почти не пробивались слабые малиновые лучи редкого зимнего солнца. В апреле погода разом изменилась. С юга, со стороны Берингового моря, еще забитого ледяными торосистыми полями, дохнуло влажным густым теплом. Председатель колхоза «Дружба» Николай Карпович Половников, грузный мужчина с серым оспенным лицом, с длинными седыми волосами, сидел за столом в своем председательском кабинете, просматривал отчет по оленеводству и, часто отрываясь от бумаг, смотрел в маленькое оттаившее окно. Хотелось выйти на улицу, постоять под вечерним солнцем, подышать свежим воздухом. Но бумаги не отпускали председателя. Подошел срок отправлять отчет в район, и Николай Карпович теперь сидел над ним, стараясь вникнуть в каждую цифру. По натуре своей Половников был человеком дотошным, ведливым. Он во всем любил порядок, но особенно в бумагах, и поэтому всякие отчеты долго и придирчиво проверял сам. Раньше Половников работал охотоведом в районе. Дело свое он хорошо знал, был на примете у начальства, вот его и выдвинули на председательскую должность. Это от той должности тянулась особая его любовь к бумагам. Если Николай Карпович находил в отчетах какую-то ошибку, тут же вызывал работника, который готовил отчет, и, потирая от удовольствия руки, говорил «А заковыку-то в твоем деле я все-таки нашел». За глаза Половникова сельчане звали «заковыкой». Он знал об этом и не обижался, потому что такое грамотное прозвище ему нравилось. Чрезмерная любовь к бумагам приносила Половникову массу хлопот. Сутками он просиживал в своем кабинете, просматривал всякие рапорты, отчеты, решения вышестоящих органов, ордера, планы мероприятий к праздникам, а времени на главное – организаторскую работу, у него порой оставалось совсем мало. Николай Карпович уже восемь лет руководил колхозом «Дружба». Колхоз был богатый, всегда выполнял планы, поэтому недочеты в организаторской работе были не видны. Главное дело делалось. Колхоз экономически рос, из года в год входил в передовиках, а это говорило само за себя. Теперь, проверяя отчет по оленеводству, Николай Карпович заметил, что цифры роста поголовья оленей в двух бригадах очень уж схожи. Это его насторожило. Он вышел из-за стола, приоткрыл дверь в приемную и попросил рассыльного худого подвижного старика позвать заместителя по оленеводству. Спокойный, знающий себе цену оленетехника и неутегин, низенький большеголовый, вошел в кабинет, сел напротив председателя в кресло и, вздохнув, спросил. «За кавыка поймалась». «Кажется», — усмехнулся председатель, — «по отчету у тебя пятая и седьмая бригады работали почти одинаково. Не верится мне, не ошибка ли здесь?» «Действительно так совпало», — ответила и неутегин и вытер ладонью потное бледноватое лицо. «Сохранение взрослых оленей у них одинаковое, забили на мясо одинаково, потеряли в пургу тоже одинаково». «А фокусы?» «Все-таки принеси мне, Юрий Иванович, бригадные отчеты. Я их сверю». Эйна Утегин поднялся, вышел из кабинета и вскоре вернулся с пачкой бумаг, положил ее на край председательского стола и тут же молча поспешил уйти. Николай Карпыч потянулся к бумагам, но неожиданно зазвонил телефон. «Слушаю», — подняв трубку, сухо сказал председатель. «Николай Карпыч, с вами будет говорить председатель райисполкома», — звонким голосом сказала колхозная телефонистка Зоя Калинкина. К ее голосу председатель так привык, что узнал бы из тысячи. «Добрый, Зоечка, хорошо». В трубке что-то засвистело, затрещало, будто звук несущейся издали рвался сквозь какие-то преграды. Потом послышался спокойный, по-хозяйски озабоченный голос председателя райисполкома Патракова. «Здравствуй, Николай Карпыч. Как у тебя дела?» «Здравия желаю, Иван Петрович. Что им делам-то? Идут потихоньку». «Продукты полностью завезли в оленеводческие бригады?» «Завезли. У нас вот заковыка со второй оленеводческой бригадой получилось. Продукты не смогли прямо в бригаду доставить, так на перевал бази у Мячикова их разгрузили. Через неделю бригада подкачует туда и заберет все». «Хорошо», — председатель райисполкома помолчал немного. «Вот что я тебя хочу попросить», — Патраков опять замолчал. И Половников успел подумать, что председатель райисполкома непременно сейчас попросит, чтобы колхоз больше сдал в торговую сеть свежей рыбы. «Так вот о чем», — продолжал Патраков. «У нашего бухгалтера, Татьяны Герасимовны Воронкиной, в семье неприятности с мужем, и она хочет уехать. Мы бы не хотели отпускать ее за пределы района. Человек она заслуженный, участница». Председатель райисполкома еще что-то сказал, но голос его пропал, и в трубке надрывной тонко засвистело. «Алло! Алло!» — закричал Патраков. «Что там такое? Николай Карпович, ты меня слышишь?» «Теперь слышу», — ответил Половников. Он не понял, участницей чего была эта женщина, но переспрашивать не стал. «Так вот, возьми ее к себе. Не пожалеешь. Специалист она хороший. Твой главбух сейчас в отпуске». «В отпуске? Но он же вернется. Куда мне ее брать?» «Ну, что-нибудь придумаешь. Воронкина завтра приедет к вам на вашем же санно-тракторном поезде». Николай Карпович положил трубку, тяжело вздохнул и потянулся к папиросам. Глубоко затягиваясь дымом, Николай Карпович неожиданно подумал о Воронкиной, которую ему нужно было теперь трудоустраивать, и хотя эту женщину он совершенно не знал, заочно уже относился к ней с неприязнью. Допоздна Половников просидел над отчетом, выправил все ошибки, подписал его и стал собираться домой. С приходом весны работы в хозяйстве прибавилось. И хотя здесь, на крайнем севере, не было хлопот с землей, тут не пахали и не сеяли, но весеннее время было так же, как и на материке, напряженным. Половников, осунувшийся, заросший седой в рыжинку щетиной, спал по три часа в сутки. Успех любого дела зависит во многом от его начала. Это Николай Карпович усвоил хорошо за многолетнюю работу на посту председателя. Теперь он, как говорится, лез из кожи, чтобы дела, от которых зависело экономическое благополучие людей и хозяйства, начались в срок, без заковык, с добрым запалом. В начале мая, сразу после праздников, Николай Карпович собрал правление. Нужно было утвердить состав комиссии по подсчету новорожденных телят в оленеводческих стадах, выбрать окончательные места установки неводов по лову рыбы, утвердить новые расценки охотникам на морского зверя, рассмотреть маршруты летних выпасов оленей, утвердить кандидатуру на пост главного бухгалтера колхоза, наметить мероприятие по проведению праздника – Дня Победы. Правление началось вечером, после работы. В маленький квадратный кабинет председателя набилось так много народа, что некоторым пришлось сесть на стулья у открытой двери в коридоре. Дела обсуждались толково, спокойно, без крика и ругания. Николай Карпович страшно не любил, когда кто-то кричал, повышал голос, затевал ненужный спор. Первые четыре вопроса были решены относительно быстро, а вот утверждение кандидатуры на пост главного бухгалтера неожиданно затянулось, и причиной тому было выступление самого председателя. «Я, товарищи, как к специалисту, к Татьяне Герасимовне Воронкиной претензий не имею», – сказал он. «Но вот как к человеку, вернее, к ее характеру, имею». Татьяны Герасимовны в направлении нет, она приболела. Может, не совсем удобно говорить за глаза, но поскольку вопрос о назначении главного бухгалтера надо решать, потому что прежний бухгалтер ушел на пенсию, я все-таки скажу. «Может, и хороший наш новый бухгалтер, спорить не буду. Но, товарищи, она же тихая, извините за выражение, как мышь, пискнуть лишний раз боится. У нее нет ни гордости, ни характера. Куда Воронкиной не скажет, она идет. Дежурить – она. Переучет провести на складе – она. В столовые деньги принять – она. На нее скоро будут кричать, и она будет терпеть. Гордости-то совсем нет. Если она за себя постоять не может, так как же она постоит за интересы колхоза в районе? Я, товарищи, против этой кандидатуры. Нужно обратиться в сельхозуправление, и нам пришлют другого человека. А Татьяна Герасимовна, если пожелает, пусть работает рядовым бухгалтером». Садясь в кресло после такого резкого выступления, Половников был совершенно уверен, что члены правления его поддержат. Первым после председателя выступил порторг колхоза Айнеургин, невысокий, широколицый, с плоским носом, с глухим надрывным голосом. Николай Карпович был совершенно неправ, когда говорил о том, что Воронкина не будет защищать интересы нашего колхоза, – сказал он спокойно и твердо. «Человек, она, как установлено, грамотный, умный и в состоянии решить все вопросы. Я лично очень внимательно беседовал с Воронкиной, когда она становилась к нам на партучет. Раньше она, как установлено, работала главбухом в колхозе товарища и хорошо справлялась с работой, а колхоз тот побольше нашего. Человек Воронкина, как установлено, душевный и потому не может отказать в любой просьбе, хотя некоторые злоупотребляют ее добротой. Работать главным бухгалтером в нашем колхозе должна именно она». Потом выступил оленетехник Айнеутегин. Он тоже ратовал за то, чтобы Воронкину утвердить главным бухгалтером. Он рассказал, как она собрала всех учетчиков из оленеводческих бригад и учила их правильно составлять отчеты, чтобы не допускать ошибок. В качестве примера он рассказал, как совсем недавно в контору прислали совершенно одинаковые отчеты две бригады. Поначалу думали, что это случайное совпадение, но потом выяснилось, что один молодой учетчик не знал, как составлять отчет, и чтобы подать его в срок, в точности переписал его с отчета другой бригады и прислал в правление. После Айнеутегина выступили другие члены правления, и никто из них не поддержал Половникова. Николай Карпыч красное от волнения попросил секретаршу принести листок по учету кадров, заполненный Воронкиной. Секретарши долго не было, ее ждали в томительном молчании. Наконец секретарша пришла и сказала, что Воронкиной не давали заполнять листка. Это рассердило председателя. «Что ж получается?» – сказал он. «Вроде мы принимаем кота в мешке. Может, у нее какое-то темное прошлое?» «Какое темное?» – удивился Порторг. «Она же коммунист». Члены правления недовольно зароптали. «Ну, конечно, я не против», – поспешил успокоить всех Половников. «Только это заковыка мне не нравится. Но я думаю, что в дальнейшем все прояснится». О подготовке к празднику 9 мая рассказал Порторг Айнеургин. Он перечислил те мероприятия, которые будут проведены в школе, интернате, клубе. В День Победы намечалось торжественное собрание и вечер отдыха. С докладом парком предложил выступить Половникову, как единственному в поселке участнику войны. Порторг попросил членов правления выделить небольшую сумму для поощрения ценными подарками активистов военно-патриотической работы среди молодежи. Мероприятия были одобрены, деньги выделены, и на этом правление закончилось. Когда все разошлись, Николай Карпович собрал со стола бумаги, открыл форточку и тоже пошел домой. На улице стояла светлая весенняя ночь. Половников шел слегка прихрамовая, и недовольство от того, что не получил поддержки направления, не покидало его. Теперь он был твердо уверен в том, что с Воронкиной не сработается. Перед самым праздником Дня Победы разразилась сильная пурга. Татьяна Герасимовна ложилась в постель, прислушивалась к вою ветра на улице и не могла унять в себе щемящую боль. Разрыв с мужем, с которым прожили долгие годы, был тяжелым учителем. С тех далеких военных лет, когда она, 18-летняя девчонка, полюбила молодого лейтенанта, командира разведвзвода, до сегодняшних дней они жили в согласии. Нелегко ей было решиться на разрыв с человеком, которого до сих пор любила. Но гордость, ее женская гордость, взяла верх. Причина разрыва была проста. Муж нашел другую женщину. Может быть, Татьяна Герасимовна и простила бы мужа, если бы он объяснил встречу с другой женщиной нелепостью, ошибкой, мимолетной увлеченностью и пообещал, что порвет с ней. Но он не оправдывался и ничего не обещал. Стоял на распутии. Ему не хотелось расставаться с женой, и что-то мешало окончательно порвать с той женщиной. Страшно было подумать, что рано или поздно о причине их разрыва узнает сын. Сейчас он в армии, а вот потом... Разве ему легко будет перенести все это? Татьяна Герасимовна прислушивалась к вою ветра и тщетно старалась заснуть. Вспоминала фронт, друзей, погибших и живых. И ее собственная беда на мгновение отступала. На работе она забывалась. Допоздна просиживала в правлении и находила себе любое дело, лишь бы оттянуть возвращение домой, в одиночество. Татьяна Герасимовна жила в двухкомнатной квартире с телефонисткой Зоей Калинкиной, бойкой и веселой девушкой. Но сегодня Зои не было дома, и Татьяна Герасимовна была вся во власти своих дом. До утра она так и не замкнула глаз. Весь день Татьяна Герасимовна чувствовала себя больной от того, что не спала ночь. Праздник, который она любила и ждала, уже не радовал. Вечером вернулась с дежурства Зоя, и Татьяна Герасимовна повеселела. «Татьяна Герасимовна, я принесла вам целую пачку писем», – раздеваясь в прихожей, сказала Зоя. «Вам письма шлют из всех городов, прямо как знаменитые артистки. Вы, случайно, не артистка?» «Да нет», – горестно усмехнулась Татьяна Герасимовна и добавила, – «где уж мне?» Зоя прошла в комнату и протянула Татьяне Герасимовне большую пачку писем. «Вот сколько!» «Спасибо, Зоя, за письма», – Воронкина улыбнулась. «Иди поешь, а я пока почитаю». Девушка прошла на кухню, а Татьяна Герасимовна с радостным волнением принялась читать письма. Послевоенная жизнь разбросала фронтовых друзей по разным городам Союза, но дружба не оборвалась, и однополчане хоть редко написали. Они пока не знали о ее разрыве с мужем, пожалуй, и не узнают, потому что она не осмелится написать им об этом. «А вы почему не собираетесь в клуб на торжественное собрание и вечер отдыха?» – спросила Зоя. «Мне сегодня опять не здоровится». «Неужели вы не пойдете? Там же весь поселок будет. Такой праздник у нас его особенно торжественно отмечают, потому что председатель – фронтовик». Татьяна Герасимовна ничего не ответила. «Хотите или не хотите, а я вас все равно потащу в клуб!» – Зоя хихикнула. Видимо, представила, как будет вести упирающуюся Воронкину. Поужинав и убрав за собой посуду, Зоя вошла в комнату. Татьяна Герасимовна по-прежнему сидела за столом. Перед ней были разложены письма и фотографии. Фотографий было так много, что они еле умещались на столе. «Ой, как много фотокарточек! Кто это вам их столько прислал?» «Знакомый фотограф. Я отсылала старые снимки, а он вот их переснял. Можно посмотреть?» «Посмотри». Зоя взяла первую попавшуюся и ахнула от неожиданности. На снимке была группа офицеров, и среди них в центре улыбающаяся, молодая, худенькая, необыкновенно красивая девушка в военной форме. Грудь ее была увешана орденами и медалями. Зоя сразу узнала Татьяну Герасимовну. «Боже мой!» – воскликнула она. «Вы же герой! Легендарный человек!» Зоя стала торопливо смотреть другие фотографии, и почти на каждой была Татьяна Герасимовна. «Вот она в президиуме какого-то собрания, у Кремля. Вот сам Калинин вручает ей награду. Это невероятно!» – воскликнула Зоя. «Ну чего вы сидите? Там собрание уже началось, а вы тут. Вы теперь там самый нужный человек». Татьяна Герасимовна сняла очки, посмотрела усталым взглядом на взволнованную девушку и тихо ответила. «Зоя, я же говорила, что мне не здоровиться». «Ну и что? Ну и что, что не здоровиться? Сегодня такой день! Вы что, стесняетесь свои ордена надеть и показаться людям?» «Зоя, о чем ты?» – Татьяна Герасимовна пыталась улыбнуться. «Только мне сейчас, понимаешь, в личном плане тяжело. А наградами своими я горжусь. Ордена, как совесть, их всегда в душе носишь. Излишне бравировать ими тоже не стоит». «Вы как хотите», – твердо сказала Зоя, – «а я вас насильно поведу в клуб». На торжественное собрание в сельский клуб собрались почти все жители поселка. Пришли даже малые дети и старики. С докладом о победе над фашистской Германией выступил сам председатель колхоза Николай Карпыч-Половников. Он был в строгом черном костюме, в белой рубашке, при галстуке которого никогда не носил и надевал по случаю особых торжеств. Сегодня Николай Карпыч выглядел молодо и непривычно. Когда Половников бодрым громким голосом дочитал почти до середины доклад, в задних рядах, там, где был вход в зал, послышался шум. Половников замолчало. Неожиданно люди в проходе расступились, зал будто раскололся надвое, все встали и восторженно за рукоплескали. По узкому людскому коридору шла невысокая худенькая женщина в военной форме, увешанная орденами и медалями, смущенная таким горячим приемом. Половников вначале не сразу узнал недавно утвержденного направления и главбуха колхоза Татьяну Герасимовну. Кто-то уступил место Воронкиной в первом ряду, она была села, но портор Кайнеургин спустился со сцены, взял ее под руку и провел в президиум. Зал долго не смолкал, аплодировал Воронкиной, а когда, наконец, все успокоились, Николай Карпыч сказал. «Товарищи, я думаю, будет правильно, если вместо продолжения моего доклада, который я, по сути дела, закончил, мы послушаем рассказ уважаемой Татьяны Герасимовны и о ее фронтовых путях-дорогах». В зале опять все встали и зааплодировали. Смущенная, раскрасневшаяся Татьяна Герасимовна поднялась на трибуну, подождала, когда все успокоятся, и взволнованным голосом стала рассказывать о войне, о том, как 18-летней девушкой пошла добровольно на фронт, как, будучи радисткой в партизанском отряде, она воевала в тылу врага. Когда закончился концерт художественной самодеятельности, люди долго не отпускали Татьяну Герасимовну. Подошел Николай Карпыч, взял ее под руку и повел к себе в гости. По дороге он рассказал Татьяне Герасимовне о том, как выступил в направлении против утверждения ее на пост главного бухгалтера. «Ну и правильно сделали», – засмеялся Воронкина. «Я еще, как следует, не изучила ваше хозяйство». «Да какое там правильно, – рассердился Половников, – просто состарился я, и нюх не тот стал на людей. Заковыка получилось». Чтобы изменить тему разговора и избавить Николая Карпыча от смущения, Татьяна Герасимовна спросила, «Вы на каком фронте воевали?» «Войну-то, по правде говоря, я только понюхал, а воевать-то по-настоящему не пришлось, – ответил Половников. «Привезли нас в 42-м на фронт, стали разгружаться, а тут налет вражеских самолетов. Ну и осколком от бомбы мне ногу исковеркало. Три месяца пролежал в госпитале и демобилизовался подчистую. Работал сначала в Сибири, я ведь охотовед, а потом сюда на Чукотку приехал. Тут-то меня и избрали председателем колхоза». «А как это вы, такая молодая, попали в самое пекло войны?» «Женская гордость виновата», – задумчиво ответила Воронкина. «Все хотело быть не хуже мужчин. В школе старалась учиться лучше мальчишек, а на войне – воевать лучше мужчин. Они подошли к дому председателя. Дом стоял на бугре, и отсюда, как на ладони, был виден весь поселок. В доме Николай Карпович помог раздеться гостей и провел в просторную комнату, где уже был накрыт стол. «С праздником вас!» – выходя из кухни, сказала жена председателя. «Она была в ситцевом платье в голубом переднике. Мой-то сплоховал. И бесхарактерно этого, и тихоня, а на поверку героическая женщина. Пусть теперь виниться, коль в людях перестала разбираться. Винюсь, мать, винюсь. Больно ты скорой на повину. Я бы при таком положении, – жена Половникова указала на награды Татьяны Герасимовны, – спуску тебе не дала, чтобы запомнил навсегда, как с кондачка о людях судить. Половникова усадила Татьяну Герасимовну за стол. Сам Николай Карпович сел напротив. «Еще раз извините меня, Татьяна Герасимовна. Чего там?» – тихо сказала Воронкина. «Всякое бывает». С кухни в зал вошла хозяйка. В руках она держала большую тарелку, до краев наполненную пельменями. Поставив ее в центре стола, она села и, посмотрев на мужа, сказала. «На пенсию уходить тебе пора. Чего надрываться-то? Всех денег не заработаешь, а здоровье утратишь». «При чем тут деньги?» – вспылил Половников, и побитое оспой крупное лицо его покраснело. «Не в деньгах дело, и ты это отлично знаешь». «Душой прикипел я к этому колхозу, с голого места начинал, в отстающих всегда ходил, а теперь, как уж совсем не в моготу станет, болезнь какая, или народ скажет, что я торможу дело, тогда можно и на пенсию. Тут главное – от времени не отстать. Теперь руководителю много надо знать. Когда я охотоведом работал, проще было. Изучал биологию и вроде в курсе всего был. Теперь политэкономию надо знать? Надо. Историю войны? Надо. Недавно достал вот книжки по философии и генетике. Тоже надо. Правда, по старости разобраться во многом трудно, но ничего». Николай Карпович замолчал, потом, спохватившись, добавил. «Чего это мы в руках рюмки держим? Пельмени остынут. Давайте-ка за победу». «Пусть больше никогда не повторится такое», – сказала хозяйка. «Пусть люди спокойно живут». Выпив, Половников поднялся из-за стола и сказал, «Вы уж простите, женщина, я закурю на кухне». Когда Половников вышел, жена его доверительным голосом сказала Воронкиной, «У Коли-то в войну отец и брат погибли, а мать пропала где-то в оккупации». В дверной проем была видна грузная фигура председателя. Он стоял у раскрытой форточки и курил. «Снег опять пошел», – громко сказал он. «А я думаю, чего это у меня нога крутит?» Татьяна Герасимовна задумчиво смотрела на председателя, открывая в нем что-то новое для себя. Ей казалось, что знает она Николая Карпыча давно, с тех еще огненных дней войны.